Привет, друзья! Это рубрика «Вопрос-ответ». Я возьму последний пост на Бусти. Ваши вопросы, часть 3. И по ним сейчас мы пробежимся и посмотрим. Значит, живём в Ленинградской области. Можно ли попросить проверить на Яндекс.Карте расположение дома? Ля-ля-ля-ля. Не пойму, дом стоит плюс-минус правильно, но когда проверяю в центре квартиры с помощью компаса, север-юг немного сдвигаются вправо. Кажется, что когда с компасом встаём, во-первых, компас немножко всегда врёт, потому что рядом находятся разные конструкции, металлические там ещё какие-то, они все фонят и мешают как бы компасу правильно определять. Поэтому мы проверяем по картам, потому что карты не врут. А компас имеет какую-то погрешность. Вот, поэтому вы себя перепроверяете всегда на предмет того, что вы правильно определили, что именно в этом углу квартиры, вверху, например, в спальне, например, у вас север, а не юг, что вы просто где-то в какой-то момент не перепутали и не... наоборот, её не повернули. Подскажите, пожалуйста, как сделать коррекции в квартире? Появился ребёнок-сын. Вроде бы муж должен бежать домой, но постоянно находит какие-нибудь дела и стремится их делать, даже когда есть пару свободных часов, чтобы побыть семьёй, если не загнать домой. Так, по поводу, что муж должен хотеть бежать домой. Вообще никто никому не должен. У мужчин не заложена генетически любовь к детям, любовь к потомству. Да, извините, что я рожу, просто правда, реально немножко смешно. Генетически у них не заложена любовь к потомству. У женщин она заложена. У большинства женщин генетически она заложена. У мужчин очень маленького процента это есть априори при рождении. Также у какого-то процента мужчин это воспитывается. То есть, если он воспитывался в какой-то определённой среде, ему окружение заложило, что он как бы должен о своём потомстве заботиться, его любить, ля-ля-тва-ля. Но в основном, если эти два момента пролетели мимо, то у мужчин стандартная базовая настройка, что им пофиг. Это нормально, это неплохо, это не отклонение, это норма. В какой-то момент, возможно, перещелкнет, когда дети будут в определённом возрасте, возможно, перещелкнет, и он будет относиться по-другому и уже с другой позиции. Что мы можем сделать с позицией васту? Конечно же, мужчины в России, да и не только в России, у нас все с определёнными отклонениями. Но вы помните эти программы, что мужчины слабые, мужчин надо защищать всё после войны, что их мало осталось, что ля-ля-та-паля, женщины всё тащили на себе. В связи с этим сформировались поколения мужчин, которые как бы определённого склада. И это очень распространённая проблема, это не ваша проблема, это проблема как бы всей страны, не только нашей страны. вас в этом плане помогает. То есть, когда вы корректируете сектора мужские, сектора оттока, мужчины начинают выравниваться и становиться лучшей версией себя. Не сразу, но потихонечку, потихонечку как бы это дело происходит. Поэтому мы сейчас с вами поговорим, обсудим, что сделать. Так что вы не расстраивайтесь. Сейчас отремонтировала балкон и лоджия, может быть, там проблемы. Несущая стена на севере, в северо-западе гардеробная, на северо-западе. Так, в Брахмастане находится вмещённый санузел. Вот это вот не очень хорошо, даже очень нехорошо. На западе большой зеркальный шкаф. Так, так, как всё привести в норму. Тут несколько планов. Так, я тут после болезни, поэтому я буду кашлять, хрюкать немножко. Не расстраивайтесь и не осуждайте меня. Хорошо нарисовала, всё понятно. Тут на карте прям всё отлично, всё понятно. Значит, на севере, смотрите, у нас глухая стена. На северо-востоке начинается тут уже окно. Северо-восток окно, хорошо. Восток окно, отлично вообще. Так, лоджия застеклённая на юго-востоке. Проблема, обязательно корректировать её, потому что это пограничный сектор между притоком и оттоком. На юге нет окна, это отлично. На юго-западе нет окна, это отлично. На западе у нас вход. Чем, собственно, грозит вход на западе? Это проблема, ну, гипотетически, то есть не то, что это прям ваше. Но нужно с этим работать, чтобы это не проявилось в полную силу, и чтобы то минимальное, которое сейчас может быть проявляет, чтобы оно минимизировалось. Значит, это проблема в отношениях, любого рода отношений. То есть это как семейные отношения с мужем, с детьми, с вашими родителями, неважно, так и внешние отношения с государством, на работе, с начальником. То есть это у мужа отношения с начальником, может быть, или с подчинёнными, или с партнёром. Вот это всё сюда. То есть обязательно западный вход корректировать. Как корректировать сектора оттока я рассказывала. Вам здесь нужно будет хорошо утяжелить западный вход, так как запад сам по себе нельзя утяжелять. Соответственно, мы утяжеляем ещё юг и запад, и юг. То есть эти три сектора вы утяжеляете по формуле. У меня там есть хорошее видео на эту тему. Так, вы на западе ещё сказали, значит, шкаф с одеждой, с зеркальной. Вот эту часть, которая попадает на запад, её обязательно надо заклеить. Не знаю, что хотите делать, и надо заклеить. Вы себе этим окном, шкафом, по сути, здесь сделали окно. А так как у вас запад уже проблемный с входной дверью, соответственно, вы себе добавили. То есть суды, разводы, всякое такое. Короче, со шкафом надо поработать. Также его можно утяжелить. То есть вес, который вы будете распределять на западе, вы можете положить вот сюда в шкаф, положить вот здесь при входе. То есть всё вот это западное место, вы можете всё тут положить. Вот, обязательно поработайте. Если надо заклеить весь шкаф, вы захотите, хорошо, заклейте весь шкаф. Но, в принципе, достаточно вот эту часть, которая на западе. Вот. Конечно, кладовку переделать по-хорошему, перенести хранение вот сюда, какой-то большой шкаф поставить, подумать, как это сделать. Так, и давайте теперь посмотрим, значит, у нас кухня на востоке. Вот это кухня, вот это гостиная. Задача у нас, первая, значит, задача. Туалет в брахмастане очень плохо. Я про это не рассказывала в своих видео и не планировала даже рассказывать. Вот. Но я подумала, что всё-таки я вам расскажу. Значит, смотрите, туалет в брахмастане, это очень плохо. И вам нужно купить рубины, рубины и заложить вокруг туалета в плинтус. Снять плинтус под него, запихать ожерелье из рубинов. Смотрите, у вас кусочек туалета попадает на запад. Вот здесь, на западе, в этом кусочке, вы его обойдёте снаружи, вы его обойдёте бронзой. Можно купить бронзовые гранулы или латунные и положить их в плинтус. Ну, грамм по 200-250 они там продаются, то есть вы вот тут вот их... И на северо-запад их тоже можно. То есть вот тут вот вы их положите, вокруг туалета, т-ц-ц-ц-ц-ц, в этой западной части, в плинтус, где он есть, где вы их положите. Грамм 200. А вот в этой части, которая попадает в рахмастан, в этой части, которая попадает в рахмастан, вот, вам нужно купить несколько рубинов небольших и в плинтус заложить вокруг туалета. Это обязательно, прям обязательно. Рубины в породе не такие, как дорогие, которые для колец покупают, для украшения. А рубины в породе, они каких-то реальных денег стоят, вот, вполне себе можно. Это обязательно поработать с этим туалетом, потому что это прям проблема. Когда вы с ним поработаете и сделаете другие коррекции, вам квартира вас, скорее всего, отпустит. Это такой серьезный дефект, который обязательно нужно сделать. Обязательно рубинами обойдете. Так, дальше. То, что у вас спальня север-северо-восток. Правильно ли я понимаю, что вот здесь вот спальня север-северо-восток, то есть здесь муж с женой спят, а вот здесь вот в гостиной беснуются дети или один ребенок. Получается, вот стеллаж с игрушками, детская игровая зона. То есть получается, что дети заняли, или ребенок занял сектор хозяина, дома хозяев, и он будет над себя тянуть одеяло. И в таком, как бы, положении вещей мужу, мужчине, в семье, ему, он не занимает свое место, он на птичьих правах, как бы. Вообще, вот эта вот спальня север-северо-восток, она хороша, как бы, была бы для женщины, например, для одинокой, или там для девочки, или для подростка, но для мужа и жены такая спальня, да, она не портит здоровье, она здоровье вам не портит, все ок, но она ведет отношения в сферу дружбы. Дружбы, поддержки, но не семьи, не страсти, не вот этого вот всего, что бы нам, как бы, хотелось бы. Вот, поэтому гипотетически подумайте, как бы вам вот это вот перенести вот сюда, то есть спальню перенести на юго-запад. И еще учтите такой момент, на юго-востоке спать нельзя, поэтому ваша кровать, когда вы будете двигать, не должна оказаться в юго-восточном секторе, вы должны разместить вот здесь, на юге, юго-запад. Также вот здесь, на юго-западе, хорошо бы утяжелить, то есть или шкаф, или гардеробную, что-то такое, то есть все, что можно из кладовки гардеробной перетащить в юго-западные хранения, как-то устроить, перетащить, потому что вот это вот у вас на северо-западе дает проблемы с путешествиями, и вообще с передвижениями, переменами в жизни, это вам мешает, поэтому надо перетащить. Так, как корректировать юго-восточный балкон и окно? Я на днях ночному сниму видео, посмотрите, ничего там сложного нет. Значит, еще раз повторюсь, ваша задача, первое, туалет в Брахмастане, обязательно, потом запад, вот здесь, обязательно, к западу паровозикам идут, юго-запад и юг утяжелениями, потому что они идут в связке, юго-восточный балкон, вот, и подумать, как вам перенести спальню вот сюда, и хранение с гардеробной. Так, все, на этом мы закончили. На даче терраса и окна в пол выходят на юг, юго-запад. Наверное, окна выходят, терраса на юг, юго-запад, большая комната. Как утяжелить до юг, дом еще на стадии фундамента. Смотрите, дом и участок, квартира, все по одному принципу. То есть, если у вас в зонах оттока присутствуют окна, терраса, терраса приравнивается к балкону, только это намного больше дефект, потому что она в пропорции больше. Когда вы живете в многоквартирном доме, то дефекты дома, они делятся на всех жителей многоквартирного дома. То есть, если у вас там 300 человек или 1000 человек, все дефекты дома, то, что он там, например, стоит у водоема какого-то или у него там склон куда-то, не туда, все делится на всех жильцов или кладбище там где-то рядом. Если вы живете в частном доме, то все это делится только на вашу семью. Поэтому дефекты частного сектора, они серьезней, и ими нужно заниматься серьезней. Так, но дефекты те же самые. Значит, терраса на юге и окна в пол, юге или юго-западе, неважно, нужно утяжелять всеми теми способами, которые я рассказывала про утяжеление. Также вы дублируете эту коррекцию на участке. Вы берете участок, делите его также на 9 секторов, абсолютно так же, и в тех зонах, которые дублируют, то есть, если вы утяжелили юг, то здесь же на участке берете тоже юг. В доме сделали юго-запад, на участке сделали юго-запад. И западные участки тоже, потому что они идут в связке, потому что мы корректируем весь отток по формуле. Я рассказывала в видео. Вам нужно на участке тоже сделать утяжеление камнями или металлами, только там вес будет больше. Если вы в доме кладете, например, 100 килограмм, я думаю, в вашем случае юг-юго-запад минимум 100 килограмм и запад поменьше, то на участке вы кладете, например, по 300. В каждую в юг-юго-запад, а запад поменьше. Как утяжелить юг-дом еще на стадии фундамента? Если он на стадии фундамента, ищите, куда там заложить этот вес. Лучше даже сделать больше тогда эту террасу, может быть, не 100 килограмм, может быть, 300 килограмм, может быть, 500 килограмм. Вы внутрь этой террасы как-то сможете заложить под этот фундамент. Не забудьте, что мы делаем по формуле. То есть мы делаем юг-юго-запад и запад в связке. То есть если вы дом, террасу утяжелили, и два других сектора вы тоже оттока должны утяжелить по формуле. Обязательно также пленка, деревянный подвес, ля-ля-та-поля, катки с землей, с камнями, все, все дела. Но по дому, конечно, если будет возможность, приходите лучше на консультацию, потому что я уверена, что там это не единственный дефект. Надежда пишет. Дарья, доброго дня. Помощь корресуровка квартир для привлечения любимого достойного мужчины, замужества, материнства. В квартире полностью отсутствует юго-восток и восток. Сейчас спальня на северо-востоке. Есть возможность перенести на запад. На данный момент утяжеляю юг, наверное, вот это юго-запад и запад. Затемняю там окна. Давайте посмотрим. Так. Так-так-так. Сейчас я сооружу. Север. Вот здесь у нас санузел. На севере юг. Вход в квартиру. Восток. Запад. На юго-западе. Вот тут я вижу, похоже, здесь балкон. Еще присутствует он, но не нарисован. Так, есть возможность северо-востока спальню перенести на запад. А в северо-западе написано пустая комната. В проекте детская. Так. Если смотреть по зонированию, то по-хорошему детскую на северо-востоке делать. Поначалу, пока ребенок маленький. Себя, да, себя на запад. Себе спальню на запад это хорошо. Вот. Также весь вес, всю мебель, все тяжелое с северо-востока на запад. Вот. Можно на северо-востоке оставить пустую комнату, буквально там поставить какой-то легкий столик, легкий стульчик и сделать там такой легкий-легкий светлый кабинет. Вот. Если вам нужно работать дома. Чтобы там не было загрузки, но здесь определенного рода будет энергия для работы, для какого-то творчества, для чего-то такого, для йоги тоже в том числе будет хорошо. Вот. Значит, что здесь... Так. А что, собственно, вопрос в чем? А. Привлечение. Так, утяжеляет уже. Утяжеляете хорошо, продолжаете утяжелять. Смотрите, юго-запад у вас еще и балкон, вы его, похоже, не нарисовали, ну, нарисовали, не попал тут в кадр. В связи с этим увеличивается формула, то есть вам минимум 100 килограмм надо на юго-запад, соответственно, 100 на юг и на запад поменьше. Так. Вы утяжеляете, там пирамидки, пленка на окна, пирамидки, деревянные подвесы. Это вы все помните. Это беснуются мои собаки. Так. На севере. Проблема. Санузел. Корректируем его, как я рассказывала в видео. Рассказывала коррекцию санузла. У вас вот часть санузла идет вот так на север, вы ее обходите, как я рассказывала. А северо-западную часть вы обойдете, вам нужны гранулы бронзовые либо латунные, 200-250 грамм. И вы вот сюда, вот в плинтус, их вот так вот закладываете. Бронзый или латунь, они такие мелкие. Значит, здесь вы закладываете жемчуг из сереброна от севера, здесь вы закладываете бронзую латунь. Здесь вы все, весь отток вы утяжеляете. Как бы такие квартиры в принципе корректируются, вам прям надо на консультацию, но до этого вы можете скорректировать все, что я вам рассказала. Вот. И когда вы все утяжелите, переедете спать на запад, здесь тоже обязательно и пирамиды на окна деревянные, и пленку. То есть все, как я там рассказываю в видео по коррекциям оттока. Вот. На северо-востоке вот здесь вот еще можно вот туалет вот в этой части. Ну, вообще, в принципе, весь туалет можно обойти вот так вот гирлянды с белым светом. С белым светом. И также эту гирлянду вот здесь можно пустить. Вот по этой стене на северо-востоке. Вы себе приток получше откроете. Вот. Вот эти сектора, чтобы с ними поработать, нужно на полную консультацию, где мы корректируем форму квартиры, делаем из нее прямоугольник. Вот. Определенный комплекс коррекций. Тогда квартира заиграет. Но это обязательно с консультантом. Самим это делать не нужно, потому что чревато ошибками. Но все, что я вам сейчас назначила, одно другому не мешает. То есть вы спокойно это все делаете. И когда у вас пойдут какие-то улучшения, и будет возможность прийти на консультацию, пожалуйста, приходите. Так. Айгюль у нас. Есть ли в западном секторе кухня с окнами, балконами? Семь пирамид. Разместитесь над балконами и окнами. Пирамиды хорошо размещаете. Также... А, я уже этот план помню. Так, так, так. Сейчас. Восток. Вот. Север в углу вот здесь. Запад. Вот с балконом. Да, я помню. Это уже был вопрос по этой карте. Запад обязательно. Пирамиды утяжеления. Пленку. Также сюда и на юг, и на запад. Юг. И на юго-запад, и на юг. По формуле. Так, что там еще с вопросом? Хороший вопрос. Беспокоит источник воды здесь, на западной кухне, раковина. Нужна ли на ней дополнительно отдельная пирамида? Или на западе отдельная раковина или холодильник, или что-то такое, мы не корректируем, потому что так не работает. Корректируем весь сектор. Если в секторе много дефектов, мы его корректируем сильнее. Если в секторе меньше дефектов, мы его корректируем меньше. Так, и Екатерина нам пишет. Скажите, пожалуйста, есть у Васту какие-то рекомендации по потолкам? Картиночка для декора. По потолкам. Да, смотрите, потолки в Васту. Мы все-таки считаем, что потолки должны быть белыми, цветные потолки не айс. Белые потолки и уровень потолка должен быть в зависимости от сектора притока и оттока. Я в каких-то видео рассказывала, но сейчас повторюсь. Весь приток, потолок должен быть выше. То есть, Брахмастан, север, север-восток, восток должен быть выше. И потолок должен быть ниже в секторах оттока. Юго-запад, юг-запад. Вот. Юго-восток и северо-запад такие пограничные сектора. В каждой конкретной ситуации смотрим, куда мы их причисляем к притоку или оттоку. Вот. Но юго-восток всё-таки скорее это отток. То есть, там тоже потолок такой же, как в оттоке. Вот. А северо-запад надо смотреть. По потолкам рассказала. Пожалуйста, оставляйте вопросы свои под последним постом с вопросами. Сегодня я выложу новый пост, когда выйдет это видео. Буду под ним собирать вопросы и вот такими вот видео на них отвечать. Пожалуйста, оставляйте вопросы свои именно под этим постом, чтобы мне не бегать по Ютубу, по Телеграму, везде не собирать, потому что это сложно. Я лучше вам более подробно буду что-то рассказывать по этим вопросам. И, пожалуйста, рисуйте и прикрепляйте карту по моим видео, чтобы это было наглядно. Не просто текстом, а чтобы была карта, потому что я могу в вашей карте увидеть что-то ещё важное, про что вы не написали, и вам об этом подсказать. Если вы пишете просто текстом, я, к сожалению, такую возможность вы не сможете получить, потому что я не увижу дополнительные косяки в пространстве, а они всегда есть. Поэтому вам же выгоднее карту нарисовать и прикрепить, потому что вдруг я там что-то замечу важное. Вот. Спасибо, что посмотрели моё видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Бусти, задавайте свои вопросы. А с вами был канал ArtVastu и до новых встреч!